Сегодня хороший такой вечер, и я благодарю Господа за каждого из вас, что вы приходите сюда, что вы остаетесь верным Богу, остаетесь верным Дому Божьему, верным служением. Поэтому пусть вас Бог еще благословит еще больше. Вы знаете, что мы молимся к Богу, вы знаете? И мы молимся Богу для чего? Чтобы не изменить Его, а чтобы измениться нам самим. Поэтому не важно, я вам хочу сказать каждому, что не важно, сколько нам лет, как мы себя чувствуем, что мы, может быть, устали, что у нас нет сил, что мы болеем. Но вы знаете, что Бог, Он говорит в Слове Своем, что Он может нас обновить, обновить наши силы для того, чтобы мы не сдавались, не сдавались ни перед какими обстоятельствами. Поэтому мы немножко сегодня поговорим об обновлении. И в Библии есть очень много мест в Писании об обновлении, но мы посмотрим одно место. Это Исайя, 40 глава, 31 стих. Исайя, 40 глава, 31 стих. Там написаны такие слова. Это я когда-то взяла, у меня даже здесь написано, обетование для меня. Пусть это тоже будет также обетованием для вас. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». И вы знаете, Бог очень часто в Библии показывает нам примеры. И причем показывает, Он нам говорит, посмотрите на муравья, посмотрите на саранчу, посмотрите на паука. И мне все время, ну такие, ну уже ж такое маленькое, ну почему? Вы знаете, это действительно для нас. Потому что Бог, Он мудрый Бог, и Он нас хочет научить через какие-то простые вещи. Поэтому давайте будем и послушны Ему, давайте будем Ему принимать это действительно как от любящего Отца. Поэтому здесь такое хорошее слово, что надеющиеся на Бога, они обновлятся, как орлы. Вы знаете, есть среди зверей, вот есть цари, вот например лев, это царь зверей. Я вам хочу сказать, что орел, это птица, это тоже царь среди птиц, наверное, сказать. Почему? Потому что орел, он вообще такая интересная птица. Я, меня так это заинтересовало, я раньше не очень так интересовалась, была любопытная. Сейчас у меня уже, если какое-то появляется что-то или слово, или какой-то пример, я всегда интересуюсь. И слава Богу, что у нас есть интернет. Поэтому я зашла и начала, думаю, ну что же в этой птице такого интересного, что Бог, он почему-то ее приводит к нам на пример и говорит, что мы можем, он нас может обновить, как орлов. Поэтому эта птица, скажем так, орел, это птица очень сильная, и она мужественная, скажем так. Поэтому у меня сразу такая ассоциация, это с нами, что Бог нам дает силы, а мы должны быть мужественны и тверды. Это говорится в Иисусе Навине. Поэтому мне нравится, что кто-то крылья орла сравнил как Ветхий Завет и Новый Завет. И так интересно, что вот мы как орлы, мы должны быть как эта птица, которая, вот вы знаете, она опирается на Божье обетование. Это мы, мы опираемся на Божье обетование. Мы полагаемся своей верой на Бога. И Бог просто нас подымает, и мы парим на своих крыльях над всеми обстоятельствами и проблемами. И ветер Духа Святого, Он помогает нам в этом. Правда, как красиво? Так интересно. Поэтому наш великий Бог. У нас Бог, Он просто великий. Он нас обновляет. Он обновляет наше здоровье. Он обновляет наши силы. Он обновляет нашу веру. Он обновляет наши надежды. Он нас обновляет во всех сферах нашей жизни. И вы знаете, я желаю каждому, чтобы обновление Божие, оно обновлялось в вашей жизни подобно орлу. И вы знаете, так интересно. Свойство орлов, оно необычно в чем? Что орел, когда он проживает некоторое время, там 30 или 40 лет, и за это время он, скажем так, ослабевает. В каком плане? Что у него клюв. И у него очень острый клюв. Но этот клюв со временем, он притупляется. И на нем появляются такие известковые налеты. Перья, они отяжелевают очень. И ему уже тяжело. Когти, они настолько вырастают, что они становятся большими. И ему неудобно уже хватать добычу. И у меня такая сразу ассоциация. А, и он еще, чтобы ему дальше жить, ему нужно выбрать между жизнью или смертью. Или умирать вот в таком обличии, или жить. Но для этого ему нужно обновиться. А чтобы обновиться, ему нужно очень высоко лететь на самую высокую гору. И там происходит обновление орла. То есть он начинает об камушке затачивать свой клювик, снимает все эти налеты. Вот когда он клювик этот оточил, он уже острый. Он начинает себя выдергивать перья, которые уже отяжелели. Там разные паразиты завелись. Потом этим клювом он начинает себе когти тоже вырывать, которые лишние. И у меня такая ассоциация тоже с нами, что Бог показывает, что нам тоже иногда нужно это обновление. В каком смысле? Нам нужно обновить свой клювик. В каком плане? Что мы говорим? Что мы исповедуем? Нам нужно потом в своей жизни повырывать перья. Перья чего? Раздражение, гнева, разочарование, уныние. Нам нужно посмотреть на свои ноги, на свои пути. Куда мы ходим? Куда мы начали ходить? Может быть, уже время одеть обувь благовествования и идти и благовествовать этому миру о кресте Иисуса Христа, говорить Слово Евангелие и нести в эту тьму, нести Божий свет. Аллилуйя! Ещё такое интересное свойство орлов — это когда начинаются тучи, грозы, бури. Орёл — такая интересная птица. Ещё есть такая птица-курица. Все знают, она тоже птица. Она умеет летать. Но чем отличается орёл? Когда в жизни, когда в природе стихийное бедствие, то есть или гроза, или бури, или тучи какие-то льёт дождь, вы знаете, орёл, он никогда не сидит под дождём. Вот я была в деревне, и я видела, когда идёт дождь, куры, они, знаете, они вот так сели и сидят. И обливает их этот дождь, и они сидят. И также иногда, вот мне Бог показал, что мы, как куры, мы можем сидеть под проблемами. Мы можем сидеть и «Ой, мне плохо», «Ой, меня недооценили», «Ой, меня обидели». И вот под этим дождём мы можем сидеть. А вы знаете, чем орёл, он такой классный в каком плане, что он пробивается через тучу, пробивается через грозу, через бурю. И он, проходя это, он летит вверх и подымается над этим. Знаете почему? Потому что он знает, что за этим есть Солнце. И он стремится, и он подымается над этими всеми проблемами. Поэтому слава Богу. И он знает, что там находится Солнце. И орёл, он, как вам сказать, после обновления орёл, он не становится моложе. Он чувствует себя так хорошо, что он действует как молодой. И он после этого обновления ещё может прожить 40 лет. Поэтому слава Богу за Бога, который вот на этих вещах может показать, и что-то мы можем взять для себя. И я хочу сказать, что даже взять на своём примере. Ну, например, мне сейчас не 15, не 20 лет, не 30, и даже не 40 лет. Но я вам хочу сказать, что когда я нахожусь в присутствии Божьем, я чувствую себя лучше, чем в любое другое время. И вы знаете, это благодаря нашему Богу. Почему? Потому что наш Бог благой. И Псалом 102.5 мы посмотрим. Он говорит, что Он насыщает нас благами, своими благами. Потому что наш Бог, Он благой Господь. И мы обновляемся, подобно Орлу. Вы знаете, иногда мы хотим приобрести весь мир для Бога. Но я вам хочу сказать, что Бог хочет приобрести нас, меня, любого из нас. И причём всего. Когда дьявол искушал Иисуса в пустыне. Иисус в ответ говорил ему, написано. Когда в нашей жизни приходят какие-то испытания, какие-то искушения, как мы сможем противостоять ему и чем? Новостями, сериалами, КВНами. Вы знаете, это не сработает. Одно оружие единственное, перед которым не устоит дьявол. Потому что мы знаем, что наша брань не против крови и плоти. Одно единственное оружие – это Слово Божье в имени Иисуса Христа. В Филиппийцам 2.10 написано. «Дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних». И вы знаете, только перед именем Иисуса преклонится всякая колена. «Каждый может уделить время Иисусу и сказать, «Иисус, Ты мне очень нужно, и я хочу познавать Тебя еще больше». Вы знаете, было бы только наше желание и наше решение, а Бог, Он сделает свою работу. «Если мы будем готовы к изменениям, Бог, Он начнет нас обрезать. И Бог покажет то в нашем сердце, что нам нужно изменить. И если мы будем готовы, Он даст нам свою благодать. И Бог даст нам свою помощь, которая придет прямо от Него». И написано в Исаии, «О надеющиеся, можно надеяться только на Того, Кого мы знаем не один день. Мы не можем видеть сердце человека. Мы можем видеть только Его поступки». Надеющиеся — это те, кто проводит время с Богом, кто размышляет над Его Словом, кто думает о Нем, кто говорит о Нем. Это те, которые надеются на Бога. У нас иногда в жизни появляется страх. И страх появляется в том, что мы можем не понравиться Богу, что мы можем не уходить Богу. Страх появляется в том, что мы несовершенны. Я вам хочу сказать, что если бы мы были совершенны, поверьте, нам не нужен был бы Бог. Поэтому мы можем себя, как говорится, в чем-то осуждать, что мы мало молимся, мало читаем, мало верим. Но если бы мы были совершенны, то действительно нам бы не нужен был Бог. Да, мы стремимся к нашему совершенству, потому что нам всегда будет чего-то не хватать. Мы нуждаемся в Иисусе. И мы очень нуждаемся в Нем. Почему? Потому что, как это сказать, что мы не там, где мы еще хотим быть, но мы не там, где мы уже были. И это для нас очень важно. Духовная зрелость у нас проявляется в том, что это не сколько времени мы находимся в церкви, сколько лет, а духовная зрелость проявляется в том, что насколько мы готовы людям помочь другим. Поэтому, если Дух у нас силен, это оказывает влияние на нашу жизнь. Это оказывает влияние на наше тело. Это оказывает влияние на наш разум, на все сферы нашей жизни. Чем ближе мы к Богу, тем мы молодее душой. Аминь. Поэтому я хочу вот такой привести пример, что вот я, например, я уже бабушка. Да. Но я хочу сказать, я бабушка, потому что меня так называют, это мои внуки. Но я вам хочу сказать, что в душе я не бабушка, я не старуха. Я вам честно хочу сказать, поэтому я не хочу лежать на кровати, смотреть телевизор и ждать смерти. Я не хочу просиживать на лавочке. Вот знаете, сейчас дома большие, а вот раньше, особенно там, где дворы старые, там возле каждого подъезда стояла лавочка. Это была, вы знаете, это допримечательность была каждого подъезда. И я наблюдала, как там сидели бабушки. И мне так было интересно, вот ты проходишь, то есть вот как ты прошёл, раз, раз, и ты смотришь. И это мне всегда напоминало, я когда была на соревнованиях большого тенниса, там, когда ты сидишь, ты этого не замечаешь. Ну, когда ты смотришь со стороны, там весь стадион, там вот так вот, как мячиком бросается, такие-то, и вот бабушки. А кто это пошёл? А куда пошёл? А кому пошёл? Ой, а вы знаете, вы знаете, я не хочу быть такой старухой, но иногда молодые, они бывают бабушками. «Бог мне даёт силы, и сколько мне, вот сколько Бог мне отвёл, я буду служить другим людям. Да, я устаю, я устаю, моя плоть, она немощна, но мой дух, он обновляется подобно орлу. И в старости я хочу быть сочна и плодовита. И Псалон 91 это мне говорит. Я верю Богу. Почему? Потому что это Божье Слово, это истина, это Божье обетование, которое Он дал мне. А это не моё обетование, это моё желание. Я просто хочу, потому что Бог, Он обещает, что надеющиеся, они обновятся, поднимут крылья, потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. И поэтому, когда придёт мой преклонный возраст, а я хочу быть сочна и плодовита, это говорит о том, Бог честно сказал, что в старости, Он меня не обманул, Он не сказал, что я останусь молодой, Он сказал в старости, потому что моё тело, оно ветшает, но мой внутренний дух обновляет Бог. Поэтому слава Ему, слава Ему. Это самое главное, что для Бога нет ничего невозможного. Это только моё желание и моё решение. И я желаю каждому здесь, чтобы каждый из вас, он оставался молодым душой. Всё зависит от того, как мы смотрим на свою жизнь, на жизнь окружающих. И в Ефесянам 2.10 говорится, что мы Его творение. В другом местописании говорится, что всё старое прошло. Почему? Потому что мы новое творение во Христе Иисусе. И Дух Божий, Он живёт в нас. В Езыкиль написано 36 глава, 26 и 27 стих. Откройте, сестра, да? Езыкиль, Езыкиль, 36, 26, 27. Я хочу, чтобы мы прочитали, потому что это Бог давал Израилю, а я вам хочу сказать, мы духовный Израиль. И Он тут говорит, что и дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Дух Божий живёт лично в каждом из нас. Лично. Поэтому Бог желает, чтобы Его мечты стали нашими мечтами, чтобы Божьи желания стали нашими желаниями, чтобы Божьи цели стали нашими целями. Потому что мы в Господе новое, обновлённое творение. И Бог сказал, не оставлю и не покину до скончания века. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. И вы знаете, сегодня очень хорошее время. время то, что мы можем послужить людям через Бога, через наши молитвы. Потому что Бог на небе, мы на земле. Но своими молитвами мы призываем Божье присутствие, Божью волю сюда, на эту землю. И мы будем молиться. И слава Богу, что мы живы. И слава Богу, что у нас есть нужды, есть проблемы, за которые мы можем молиться. Вы знаете, сколько в мире людей. Они живут своим. Давайте учиться жить не для себя. Мы не эгоисты. Мы не мир, тот, который даёт мир. А мы имеем тот мир, который даёт Иисус нам. И я желаю, чтобы ваше сердце, мир приходил действительно в Божье ваше сердце. Чтобы Бог сам, Он наполнял эти сердца миром. И поэтому я желаю, чтобы вы всегда, ваши сердца, ваши жизни, они всегда были открыты для Бога. Чтобы вы всегда были обновлённые в Господе. Чтобы вы всегда приходили людям на помощь. Послушайте, кто придёт в этот мир, как не мы. Богу, Бог есть Дух. И вы знаете, Ему нужен инструмент. Дьявол, Он тоже Дух. Он есть инструмент. И каждый открывает сердце для своего Бога. И я желаю, чтобы вы своё сердце, у вас, ваше сердце всегда было открыто для Творца. чтобы Он через вас творил те дела, которые на небе. Но чтобы они приходили на землю через каждого из вас. Послушайте, тот Дух, который Он вложил в вас, это Божий Дух. Это сильный Дух. Это воинствующий Дух. И вы можете стоять. И вы можете стоять в проломе за эту землю, за этих людей. Поверьте, они нуждаются. Они нуждаются, как никто. И мы с Богом, мы не одиноки. Я вам хочу сказать, сколько людей в мире. И посмотрите, проблема, проблема людей, проблема стариков, это одиночество. Это страшно. Поэтому я желаю вам, чтобы вы никогда не расставались с Богом. Чтобы вы всегда были в Его присутствии. И Бог будет через вас производить свою работу. Потому что Бог, Он живой. И Его Дух, Он живет в нас. Какая великая слава и прегвелегия Божья. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok